Ребятки, всем доброе утро. У меня сегодня влог на телефон, я с собой камеру не взяла. Но, в общем-то, как видите, я гуляю. Уже сдала кровь, зашла в пекарню, перекусила, потому что, ну, кровь на голову, желудок сдавать. И время уже, ну, без 10 и 10. У меня Сёма минут через 40 забирает. Вот я сейчас пошла по длинному пути, по нашему парку прогуляюсь, и как раз за Сёмой пойду. Ну, сегодня у них так мало детей в группе. И что-то я подозреваю, что в группе ходит какой-то вирус. Потому что, блин, реально, обычно приходишь, там детей 15, а сегодня Сёма уже пришёл. Группу уже не закрыли, всё, ну, то есть уже никого не ждали особо. И там человек 7, по-моему, было детей. Короче, вот так вот. Вот тут увидела Левочку. Сразу так побежала. Левочка, у меня ничего для тебя нет. Прости. Есть семечки, но они солёные. А солёные нельзя. Что-то там ищет. Ой. Здравствуй, а что так близко? Ой, ты куда? Обалдеть. Извини, ничего нет. Такая милашечка. О, она ещё нашла малинку. Малинку я хотела. Забрала у Белки ягодки. И я снова тут в кровати вам вещаю, потому что мы пришли домой, Сёмку уложила. На самом деле уже часа полтора, наверное, или час он спит. Ну, всё домой, по-моему, посуду. Вот, а я занималась делами, вот, наконец-то села отдохнуть немного. И о том, как сегодня у Сёмы прошёл день. Сегодня он был на 2 часа. Завтра мы должны прийти к завтраку. К 8 утра. И он будет там, скорее всего, до самого обеда, до 12. Сёма сегодня классно пошёл, как и всегда. Да, зашёл до своего шкафчика, открыли мы его. Он уже там быстрее сандалии хватает ставить, чтобы начать одевать. Уже, короче, побыстрее хочет переодеться, в группу рвётся. Я ему помогла, переоделись. Завела в группу его. Всё, говорю, сыночек, пока-пока, он мне помахал и ушёл играть. В общем, с уходом у нас всё прекрасно. Пока что, и надеюсь, что так дальше будет продолжаться. А когда я пришла, они уже гуляли. Сёма, смотрю, тоже не плакал он. Воспитатель сказал, что всё хорошо. Тоже в течение вот этих двух часов он не плакал, не капризничал, играл. И он уже сегодня на площадке там играет машинками. Там какой-то мальчик у Сёмы забирал трактор или что-то такое. Сёма его обратно забирал. Ну, в общем, такие детские разборки. Играл, всё у него сегодня хорошо. Поэтому завтра вот должны идти на 4 часа. Я очень надеюсь, что всё, мы так, адаптация хорошо закончится. Потому что я как бы читала, что бывает какая-то отсроченная адаптация. То есть сначала там ребёнок вроде нормально адаптируется. Потом через там некоторое время начинает говорить, что нет, не хочу, не буду. Капризы всякие появляются. Ну, в общем, не знаю, как у нас будет. Но пока всё более-менее нормально. И Сёма с радостью, какой сегодня четвёртый день пошёл. И без каких-либо слёз мы с ним расстались. Надеюсь, конечно, что, как я уже сказала, всё будет так же хорошо и радужно, когда он у нас станет оставаться на сон. Кстати, насчёт этого я же подумала, что всё-таки, да, почитала ваши комментарии. И мамочки, и воспитатели писали то, что лучше оставлять на сон. Если хочется пораньше забирать, то сразу после сна забирать. Ну, как бы не до ужина оставлять. И я тоже так думаю. Всё-таки, да, это будет лучше, чтобы он там лёг спокойненько спать. А то я его там перед самым сном заберу, пока мы вернёмся домой, пока там он пообедает, пока его уложить. И он там перевозбудится, и либо не будет спать, либо режим сдвинется. Ну, в общем, проще будет, если он будет спать там. Ну, пока до сна, конечно, у нас дело не доходит. Сейчас посмотрю, как он будет до обеда оставаться, как он завтракать там будет. Потому что мы без завтрака сейчас ходили. Ой, надеюсь, что всё будет хорошо. Ребятки мои, всё, мы сели лепить из пластилина. И у меня просто отличнейшие новости. Помните про мою историю с налогом, в которую я должна была вернуть деньги. И в итоге всё, мне этот долг на меня опять повесили. А вот теперь у меня в личном кабинете задолженности сидит. И знаете, что самое интересное? Вам не должны начислить пенни, не должны, ни в коем случае. И как вы думаете, что, блин, сделали они, начислили? Да, да. Я теперь никак не могу дозвониться до налоговой. Чёрный тебе нужен? Да. Давай, встанем. Как всегда там всё занято, линия. И просто невозможно. И причём задолженность эта высветилась только вчера. Нет, только сегодня в личном кабинете. Вчера она была на госуслугах, налоговой не было, но сегодня она появилась в налоговой. А как бы сам этот долг на меня повесили уже с 14-го числа. То есть как бы 6 дней там всё эти пени капают и капают, но самые большие были начисли до 14-го. И я как бы вообще в шоке, если честно, ребятки. Вот так вот. Буду сейчас, конечно, пытаться дозвониться, но это безуспешно. Как вариант, конечно, завтра съездить в налоговую, но проблема в том, что завтра у Серёжи день рождения. И как бы не хотелось в такой день. У нас были планы всё это ездить. До понедельника ждать. Там ещё долг накапает, но я не собираюсь платить эти полторы сначала тысячи, а там уже и две, наверное, накапало. Что там каждый день капает. Короче, я не знаю, что делать. Меня это бесит. А ты решил все достать? Да. Да? А зачем нам все доставать? Все зелёные и тебе нужны? Да. Ну давай. Только давай потом обратно сложим. Каким цветом? Ня-ня. Ты в водичку помакай. Вот. И теперь синий бери. Ой, щекотно. И пальчики тоже. О, маму. Маму красишь, давай. Мама. Мама. Мы с Сёмой сделали открыточку для папы. Завтра ему 30 лет. Юбилейчик, да? Подаришь завтра утром папе такой открыток. Ага, утром. Или не утром. Ну, короче, подарит открыточку. Мы сегодня сидим дома. Мы не пошли гулять, потому что на улице странная погода. Что-то гремит, гремит, сверкает. И дождя нет. Я как бы вчера промокла. Я больше не хочу с этого испытывать. Поэтому мы сегодня сидим дома. Время уже полседьмого. Скоро спать. Ого. А что это у тебя туда грузовик приехал-то? Короче, у нас сегодня домашний делёчек. Конечно, большой. Как его сейчас вытаскивать? Уложил ещё маму. И что-то мне подсказывает, что завтра он не пойдёт в детский сад. Потому что у него такое состояние, как будто бы он хочет заболеть. Но, как бы, ладно. Это неизбежно. Все болеют. И нас это тоже ждёт. Конечно, жалко, что он не успел ходить побольше времени, чем 2 часа. Чтобы хотя бы посмотреть, как он будет кушать. Как он 4 часа без меня выдержит. Но, в принципе, результаты у нас неплохие. Не первого раза. Если он сейчас пойдёт на больничный, то, возможно, что всё начнётся заново. Хотя у него особо такой тяжёлой адаптации пока ещё не было. Короче, ладно. Не будем загадывать. Будем посмотреть по ситуации. Сейчас она пока что такая, что, возможно, придётся завтра писать воспитатель. Что он под вечер прям покапризничал. И такое... Не знаю, как объяснить. Но, думаю, маму поймут, что кажется, что как будто бы ребёнок скоро заболеет. Хотя последний раз он болел в феврале. Мы вместе с ним тогда болели. Я ещё даже не знала, что беременны. И вот это мои первые признаки были. И Сёма тоже болел. И от него, наверное, заразилась. Если он от меня, а так... Давно я не болел. Тут, конечно, в садике больше шансов подхватить что-то. Ну, ничего. Думаю, справимся. Конечно, хотелось бы, чтобы мне просто показалось. Но... Не знаю. Ладно, ребятки. Прощаюсь с вами. Увидимся в следующем влоге. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok